Феномен не антивоенного, но протеста все-таки жен мобилизованных вы обсуждали в ноябре с моим коллегой Мумином Шакировым. Что, по вашим наблюдениям, поменялось с тех пор, вот за эти несколько месяцев? На ваш взгляд, благодаря или вопреки чему это движение по-прежнему живо? Благодаря тому, что по-прежнему идет война, мужчины не возвращаются, а женщины начали понимать, что что-то в государстве устроено не так. Раз их не слышат, их замечают, но пока явно не понимают, что с ними делать. Потому что, конечно, крутить их у стен Кремля или где-то еще, с тем, чтобы показать потом на мобильный телефон ее мужа, который стоит там на фронте с оружием в руках, это, прямо скажем, не самая лучшая идея. Но и обратите внимание, как эти женщины развиваются. Все-таки 7 ноября прошлого года мы их впервые так вблизи увидели на театральной площади в Москве у Большого театра вместе с коммунистами. И они, в общем, были женщинами, которые просто хотели назад мужей и с тем, что просто тот и другой пошел на фронт. А сейчас у них риторика меняется. Они, в общем, уже даже не то чтобы в шаге от антивайна риторики, они уже там. Они уже осознали в основном, они очень разные все. Все-таки мы с вами имеем дело, и пока вот наблюдаем, в общем, несколько женщин, которых мы с вами уже знаем, в лицо. Их, наверное, максимум десяток. На самом-то деле их больше и гораздо больше выступает какой-то вот такой, извините за выражение, которое не пристало, так сказать, тюремному специалисту, актив. И мы пока не видим их объединения широких выступлений где-то в регионах, а они начинались и в регионах в том числе. Но, тем не менее, это уже сформировавшееся, сформировавшееся такое околополитическое движение, которое вот-вот может перерасти в политическое. А вот к слову о том, что там взгляды стремятся к антивоенным, а на ваш взгляд, что дает основания так уже полагать и даже утверждать? Ну, собственно, они скорее так близки к антивоенным, потому что многие из этих женщин начинают говорить, что вообще нет войне. Скорее бы это закончилось все. Мир хорошо, война плохо. Ну, то есть по нынешним временам речи, ну, более чем протестные. Такой вопрос. А что все-таки движет ее изначально, как-то в первую очередь, и что из этого осталось таким плацдармом, если угодно, фундаментом? Желание вернуть близких домой или социальная несправедливость? Потому что люди, приговоренные к чудовищным срокам, и в том числе за чудовищные преступления, скажем так, освобождаются с фронта раньше. Ну, я имею в виду путинские помилования заключенных, отправившихся на войну. Ну, я думаю, что, как и в любом явлении, здесь не может быть одной причины. Здесь есть набор причин. И, конечно, несправедливость. Несправедливость, что их, в общем, они уже несколько раз сказали слово «обманули». Что посчитали, что на некоторое время забирают их мужей, мобилизовывают. Посчитают ли, что не на фронт, а где-то рядом, на какие-то подсобные работы. Там «подай, принеси, тащи, построй» на самом деле на передовой. То есть это и обида, и обман, и дети растут без отца. Я уже выучила, какие дети, сколько кому лет, месяцев и так далее. Вот одно из самых активных. Я помню, что мобилизованный муж. Его забрали, когда ребенку было три месяца, а сейчас ему уже больше года. И он растет, в общем, фактически без отца и с какой стати. Поэтому здесь все вместе. И, конечно же, другие, ну тут не мобилизованные, в общем, речь идет, когда о заключенных – это наемники, потому что Министерство обороны их не мобилизует, не призывает, оно их вербует. Оно их вербует, и через полгода, да, они оказываются на свободе. И обратите внимание, и во время обменов, больше 70% обмененных – это заключенные, а не контрактники и не мобилизованные. Почему? Потому что они самый выгодный военный товар. Это товар многоразового использования. Мобилизованный отпусти домой, потому что наверняка не вернется дальше, да, будет упираться всеми силами, всеми руками, ногами, а то и в бега ударится. А заключенный что? Ну, вышел. Если он из плена, то он сразу же отправляется на передовую назад. Ну, как сразу же? Ну, после некоторого отстойника, обычно, в воинской части Подмосковья, где их допрашивают ФСБшники, их отправляют потом назад. Если они не военно-пленные, а через полгода, то мы с вами знаем, что, по крайней мере, в ноябре об этом говорил глава МВД по Ивановской области, что из 350 тогда в Ивановскую область, вернувшись из заключенных, больше чем 150 совершили уже повторные преступления очередные. То есть Ивановская область – это вполне себе средняя температура по больнице. И такая ситуация, в общем, практически везде. Они снова попадают в тюрьму. У нас есть поправки во все законы, которые позволяют их забирать уже прямо из тюрьмы еще разочек. Что называется, дальше ученые спорят, а как им давать повторное помилование? Или это будет УДО, или это будет что-то еще? Ну, какая разница? В конце концов, до сих пор нет ни одного законного основания для того, чтобы Пригожин забирал с вагнеровцами заключенных из зоны. И, в общем, никто особо не парится. И здесь то же самое. Ну, нет, так нет. Ольга, а почему, на мой взгляд, не идет тотального подавления этой инициативы? Я имею в виду снова протест же мобилизованных. Вы из чего опасаться за два месяца до президентских выборов? Нет, ну, конечно, опасная вещь. Все-таки мы с вами недаром говорим о том, что мы видим все время, в общем-то, одних и тех же женщин, одних и тех же такое ядро, да, активное ядро. Все остальные, они где? Они боятся выступать, их запугали, или их посыпали сверху деньгами, как следует, да, и трумбовали, или припугали их мужей, припугнули. Все-таки мы не видим этого массового движения. Мы видим, да, действительно, какой-то вот, как комитет солдатских матерей, вот сейчас вот комитет жен мобилизованных. А сколько их на самом деле, вот, настоящих буйных, мы с вами не понимаем. Но дело в том, что и власть не очень понимает, да, сколько их. И раздражать именно этот слой населения, который, а, не изучен, б, непонятно сколько их, непонятно какие, где у них рванет с настроениями, которые действительно довольно сильно меняются в антивоенную, антипутинскую сторону. И непонятно, как среагируют их мужья на фронте. Вообще непонятно. Кстати говоря, я не знаю, почему они до сих пор не реагируют никак на это. Три года, как Алексей Навальный вернулся в Россию, на днях его в 25-й раз отправили в штрафной изолятор. И тут, возможно, по этому случаю, по случаю годовщины возвращения Навального, ультрапрокремлевский певец-шаман выпустил клип, посвятив его всем, кто пострадал за правду. Я цитирую, с победой вернулся домой живой. Как тут не вспомнить про отравление новичком и возвращение рейсом победы, которое Навальный активно анонсировал. Шаман все отрицает, но, Ольга, а вы как думаете, это такое подмигивание на случай дальнейших судов вплоть до Агааги? Или, мол, посмотрите мои клипы. Очевидно же, что я выступал за свободу политзаключенных. Ну, как мог. Ну, если это подмигивание, то вряд ли шаманское, потому что, судя по тому, что я наблюдала, слышала, я, конечно, пытаюсь понять, кто такой шаман, мне кажется, он глуп как пробка. Поэтому, ну, вряд ли здесь может быть какое-то подмигивание. Но кого-то, кого-то вполне возможно подмигивание продюсера или кто-то там за ним, около него стоит, или кого-то он, не знаю, там, наслушался каких-нибудь вражеских голосов, неизвестно. То есть со своей вот этой вот искренностью человека, не так давно пришедшего в мир взрослых людей, понес вот это вот все. Но любопытно, как это будет развиваться. Очень любопытно. Хотя, я думаю, за все предыдущие клипы пока я буду это проститься. Ну, хотя один из клипов был уже сомнительный. Уже сомнительный, где, помните, обыгрывался слово «бой». Был бой как мальчик, да, и бой как сражение. И, в общем, там уже были вопросики, что называется. ПОЛИЦЕЙСКАЯ ОТОРАЦИЯ 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 ОТО